Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, у меня там что в ногах? Вот он, сидит, спрятался, смотрите Вышла позвонить в тапочках В общем, люблю понедельник После, он такой насыщенный Да не топчись ты мне по тапкам И все были дома, а теперь бах И никого нет, Санислав Юрьевич укатил на работу Дети в саду, в школе, дома тишина Только вот тапочный житель у меня на ногах сидит Как я на улицу выхожу Мы ему определили место У нас есть такое достаточно большое помещение Вот здесь под крыльцом, там внизу Большое помещение, мы натрамбовали туда сено Положили ему туда его подушку, на которой он спал Подушку мои нашли самостоятельно Ну, ладно, подушку не жалко У нас в обоих много, такая старенькая Для собаки, он там периодически, значит, живет, спит Но ему, видать, скучно И как только кто-то появляется на улице Он сразу начинает бегать Между ног вот прятаться Жаловаться, как ему, бедному Одному скучно, да? Ну, стой, дайте я вот так Куда-то прячешься? Вот, видали? Что? Что? Зрители предложили очень много разных вариантов Клички для собаки Но... Ой, господи, чуть не уронила любимого зрителя Но я бы хотела, чтобы имя для этого нового питомца Выбрали Санислав Юрьевич с Полей Потому что это целиком полностью их затея Их идеи И вообще я была не в курсе Итак Кошка, кошка Кошка, кошка Ну? Что, Манюнь? Ты в шоке? Я тоже в шоке, если честно К кошкам он относится, как и к курам Вообще абсолютно равнодушно Я надеюсь, что... О, скажи Нашел с кем поиграть? Я нашел с кем поиграть Тыри-тыри-тыц Никто не хочет с ним играть, кроме Поли Поли-то, конечно, с ним носится А он такой Ну, все ушли Вот он теперь кошкам пристает Про имя сказала Про место, по-моему, тоже сказала Ты что-то хотела добавить? Да, что я делаю на улице Вот стою на улице Потому что у нас в доме не ловит телефон А нам нужно сделать поверку газового счетчика Однако Дело в том, что очередь на поверку занята на несколько месяцев вперед А у нас уже к концу декабря подходит, собственно говоря, срок И мне в газовой службе предложили сделать просто другой вариант Счетчик поменять Нужно будет съездить в кашир и купить другой счетчик Но фишка в том, что нужно найти именно такой же, как у нас висит Вот я не уверена, что я его там найду Но это не сегодня Сегодня я без машины Видите, транспорта нет Станислав Юрчук хотел на работу Транспорт забрал И, в общем, я позвонила Сейчас поговорила с газовщиками Они мне предложили просто замену Но нам уже будет найти новый счетчик Пойдемте посмотрим, что у нас там за счетчик висит Я в них ничего не понимаю Надеюсь, что найду Завтра, наверное, поеду в каширу А сегодня, наверное, будет колбасный день Так, вот так выглядит наш счетчик И мне сказали, что там между гайками должна быть стрелка Стрелка Я сама так высоко залезть не могу Поэтому я туда запихиваю любимого зрителя На посмотреть И там стрелка слева направо или справа налево Опа Сейчас я заодно посмотрю сама, что я там понаписала Вот такой у нас газовый счетчик Год выпуска 2010 Вот я что-то сомневаюсь, что Найду я такой же модель Вот такая Посмотрела я то, что я там понаписала Но стрелку так и не увидела Так, может свет включить Так Блин, она не отмывается Я его протирала, но он не отмывается Он тут сто лет висит, этот счетчик Ну не сто, а десять Так, стрелка Стрелка, вот она Вот она стрелка Слева направо Юля, запомни, слева направо Да? Да, точно Стрелка слева направо Вечно мне какой-то кеморрой падает Так Забираем стул, на который я залезла Чтобы достать до счетчика и посмотреть Стрелка слева направо Вот Я так не люблю все эти технические, так сказать, моменты Всякие эти Переустановки, переобслуживание счетчиков Какие-то поверки и так далее Я не знаю, меня прям почему таких трясет Мне кажется, это какое-то Пустышное теряние времени и средств Вот серьезно, мне так кажется Ладно Счетчик сфотографировала Стрелку посмотрела Завтра поеду его искать Ну и сейчас Донецк, я знаю, не сможет заехать У него там по работе много Юного будет в Москве искать Если бы знать, куда приехать Придется завтра в каширу Ладно, все, бог с ним с этим счетчиком На сегодня то, что я хотела сделать Свой мини-план я выполнила Мне нужно было позвонить, узнать, как все это сделать И я это сделала Поэтому, Юля Забыли до завтра про счетчик Давай Колбасу пора делать Что-то, по-моему, на третий Или какой-то сегодня Четвертый день своего приезда Я только проснулась Серьезно вам говорю И есть много о чем рассказать В каком-то из роликов после приезда Я сказала о том, что После моей поездки У нас, я надеюсь Очень сильно поменяется Наш жизненный уклад Наш быт И, собственно говоря, мы начали Начали мы, знаете, с чего? Никогда не догадайтесь Начали мы с распределения обязанностей То есть мы Вот, смотрите, видите У нас висят бумажки на холодильнике Прямо вечером сели на семейный совет Перечислили все основные обязанности Такие, знаете, домашние Которые нужно делать ежедневно И распределили их Между нами Четырьмя То есть на всю семью Повесили определенное количество обязанностей Ну, для того, чтобы это более-менее было Так размазано И у каждого были и дела И свободное время А то иногда бывает, что Дел навалом А свободного времени Вот конкретно, например, у мамы нет Сейчас я вам немножко поделюсь Что мы там понаписали Итак, у нас есть четыре бумажки Вот обязанности Пелагеи Кормить кошек Причем за каждой обязанностью Закреплен еще кто-то, кто следит за выполнением этой обязанности Или замещает того, кто должен это делать Ну, в случае отсутствия болезни Или еще каких-то других причин В общем, кормить кошек У нас это висит на поле Следит за этим Станислав Юрьевич Вытирать дома пыль За этим следит мама Мыть зеркала За этим тоже следит мама И стирать вещи За этим следит мама Конечно, поле не в полном объеме стирает вещи Но учиться это делать Она вполне себе уже в состоянии Плюс ко всему Здесь у нее еще мы не дописали Там собирать игрушки Ну, какие-то вообще мелкие Маме помогать мелкие такие обязанности Но это вот основные Стирать вещи, это значит, что она собирает вещи Которые у нас в специальных баках складываются в домах И носит их туда в стиралку И разбирает их Темные, светлые отдельно Цветные отдельно Я за этим строго очень слежу Мы с ней вместе насыпаем порошок Учимся пользоваться стиральной машинкой То есть, ну, это так в процессе, так сказать В процессе учебы стирать вещи Но делаем мы это с ней каждый день Дальше Обязанности Давайте сначала детские Так, мама, папа, Дема Дема Запас дров Около печей Плюс растопка То есть, каждый день Демьян следит за тем Чтобы около наших печей Обязательно был запас дров на день Пока, например, его нет Он в школе Мама дома Чтобы маме не надо было ходить За этими дровами в дровник То есть, он сюда с утра Или с вечера заготавливает Видите, дрова А я в течение дня Просто в печку подкладываю Чтобы мне не нужно было за ними ходить Дальше он у нас топит печку в бане В 6 часов Чтобы мы в 8 могли помыться За этим следит папа Кормит собак За этим тоже папа Вот, а я, кстати, варю собакам кашу Если каша, то вот варка это мое Выгуливает собак Плюс убирает за ними 30 минут в день Собаки у нас гуляют по территории И за ними нужно следить Чтобы они не дали дёру То есть, нужно заткнуть дырки в заборе И смотреть за ними А также, где они там напачкали Всё убрать Это тоже после школы Вешается на Демьяна Выливать воду из ведра Ну, это наш технический момент У нас потекает бойлер Давно уже в бане И там за несколько дней Может накапать ведро воды В общем, выливать воду эту Сливать воду из бани Чтоб она не замёрзла В парной Ну, в общем, неважно Это там сливать воду И инспектировать подвал Один раз в пару недель Демьян будет спускаться в подвал И пересматривать там все овощи Что плохое будет выкидывать Это основные обязанности Демьяна Дальше Папа Он у нас Ну, естественно, помимо работы Кормит и поить Кормит и поить кур И собак поить То есть, кормит Демьян Поит у нас Станислав Юрьевич Он с утра всем разносит воду Так, контролировать наличие корма у кур За этим я слежу Наличие дров для бани То есть, для бани Дрова должны быть напилены Сложены Вывозить мусор из дома Будить маму и Полю То есть, раньше будильником работала я Я вставала на 40 минут раньше Вокруг них прыгала Всех Вставайте, вставайте Никто вставать не хотел Теперь эта обязанность Переехала на Станислав Юрьевича Он с утра ставит будильник Будет меня Будет Полю Идет там заводить машину Пока я Полю одеваю Отвозить Полю в садик Ну, естественно, если не получается То я везу Чистить коптилку Где мы коптим колбасу И выносить лоток У чернилки Там в бане стоит лоток Она Когда у нее лапа была больная Она не могла выходить на улицу Мы ей лоток поставили Так, теперь маминой обязанности Чистоту Наводить чистоту в автомобиле В машине Это мое Поскольку у нас вечно Какой-то хлам в машине валяется Вот нужно будет мне этим делом Обязательно заняться Так, следить днем за печками Естественно, готовить еду Ходить в магазин Контролировать мытье посуды У нас там есть график мытья посуды Я вам сейчас тоже покажу Пылесосить и мыть полы Это я и Поля Поля за мной следит Поля мне помогает Будить Демьяна То есть тут смысл какой? Стас с Полей уезжают раньше Демьян уезжает позже Он будет нас Я их отправляю И бужу Демьяна Так, следить за оплатой коммуналки Вот видите, в том числе Контролировать все эти счетчики И так далее Возить к Полю к логопеду Это на мне И учить Полю читать, писать И так далее, и так далее В общем, вот такие вот Основные обязанности Мы их разделили на четверых Ну, для того, чтобы все это Не висело, так сказать На одном человеке И я не ходила И целыми днями не нервничала Накормлены ли у меня куры А мне кажется, это хорошая затея Мы, по крайней мере, стараемся Первые дни Сейчас пока вот так Косенько-криненько Кто-то что-то забыл Но, но Мы стараемся И мне такая затея Прямо очень нравится И я понимаю, что У меня действительно стало больше времени И я стала чувствовать себя спокойнее Зная, что эта обязанность Лежит на другом человеке Плюс есть еще один человек Который за ней следит И я могу об этом не думать Что хочу сюда добавить Сейчас я вам еще этот покажу График Вот у нас здесь в шкафчике Приклеен график мытья посуды Это не посуда, которую нужно мыть Постоянно в течение дня После ужина Обычно скапливается Какая-то посуда в мойке После ужина Какая-то там забытая кружка Или еще что-то Или еще что-то То есть это только вечером И вечно она у нас остается Постоянно она у нас остается И с утра целая гора в мойке Приходится начинать утро С мытья посуды Поэтому мы сделали график Вот сегодня понедельник Видите, сегодня вечером посуду Мою я, чтобы с утра было чисто Во вторник папа В среду дем В четверг мама В пятницу дем В субботу поле И в воскресенье опять папа То есть поле у нас один раз Пока моет посуду Потому что ее надо контролировать Конечно, что-то такое тяжелое Ей не отмыть Ей нужно помогать И поле мы поставили один раз Ну и чтобы на четверых Было удобно разделить неделю Ну и в общем как-то так Еще есть некоторые нюансы О которых мы поговорили Об этом я, конечно, расскажу Когда это будет все более-менее реализовываться Так сказать, наглядно Чего воздух просто так сотрясать Просто решила вам показать Вот это интересное разделение обязанностей Мне кажется, что оно будет очень полезно Для нашей семьи Точнее, прям вот для меня будет Очень полезно И сегодня с утра лазила по комментариям Зритель пару раз в комментариях В общем, проскочила По поводу браслета Который у меня висит на руке Вот такой вот у меня висит браслет На руке, а на левой И зрители спрашивают Юля, что это? Кто-то предположил, что это Какое-то там супер навороченные часы Шагомер или еще что-то Что-то такое В общем, открываю секрет Что это такое за браслет? Друзья мои Это самые обычные Водонепроницаемые электронные часы Покупала я их Когда мы еще жили в Москве То есть им уже больше пяти лет Как сейчас вспомню За 64 рубля на Алике Это просто часы Они ничего не показывают Чтобы посмотреть время Здесь вот есть такая кнопочка На нее нужно нажать И они показывают Сколько время Все Больше они ничего не делают С тем учетом Что они не светятся постоянно Видите, раз, они потухли То есть ты время посмотрел И они выключились Ну и просто как браслетик Батарейка у них, мне кажется Вообще никогда не сядет Вот они пять лет у меня уже Висят на руке Периодически я смотрю время И они даже и не сели Батарейку не менял ни разу В общем, ну не какая-то Не супер навороченная штука Это китайская 64 рубля Просто часы Очень удобно Они водонепроницаемые Не надо при мытье Массы посуды их снимать Или когда что-то делаешь Не переживать, что их там Водой зальет Вот для меня лично Очень удобно Вот я их и ношу Ой, пожалуйста Только не просите у меня Ссылку на них Потому что это было Много лет назад 100% уже продавца Их нет Просто посмотрите Такие дешевые часы На Алиэкспрессе Все, я думаю, что они до сих пор есть Все, Юль, хорош болтать Я так соскучилась по нормальным съемкам Я сегодня проснулась У меня так, знаете Прям какой-то душевный подъем Хочется поговорить И много чего сделать Пока никого нет В общем, хорош, Юль, болтать Давай Сейчас включу какой-нибудь стрим Я столько всего за неделю, естественно, пропустила Сейчас включу какой-нибудь длинный стрим И будем заниматься колбаской Колбаса колбасой Но когда занимаешься производством колбасы Очень часто остаются какие-то деликатесные части свинины Которые жалко просто пустить на колбасу И поэтому, собственно говоря, я их откладывала Хранила И вчера досталась разморозки У меня достаточно много свиной вырезки Которую просто кощунственно пускать на батон колбасы Из нее можно сделать отличный деликатес Также у меня карбонат есть Несколько кусков И шея Вот этим сегодня я, собственно говоря, и займусь Поскольку Алена в посылке прислала мне Специальные чудо-пакеты Для того, чтобы делать скачественный сыровял Или сырокоп из цельнокусковых мышечных изделий То есть целиком из шеи Или целиком из карбоната Вот на это такие вещи и пускаются Это будет прям настоящий самый деликатес Я, на самом деле, раньше делала Но давно без пакетов Получалось не очень Сверху получался достаточно сильный такой закал Внутри сырая А вот с помощью именно таких пакетов Должно получиться хорошо Сажать, что результат мы узнаем Теперь не скоро Через пару месяцев он только будет готов Но делать можно уже начинать прямо вот сейчас Так, друзья мои Ну что, все свои деликатестики я разделила Посолила за нитритной солью Из расчета 25 грамм на килограмм Посолила И хочу сделать разную обвалочку в разных специях Ну, так сказать, на пробанную дегустацию Но пока немножко подожду Видите, соль она не разошлась еще по куску То есть она сверху Поэтому пока накрою пленочкой и уберу Подожду, пока немножко соли разойдется По мясу Займусь фаршем, наверное, тушенки еще сделаю У меня как раз остались тут обрезки И там еще кое-что есть Тушенку, наверное, поставлю Ну, или колбасу Ну, в общем, сейчас посмотрим, как там получится А это хозяйство убираю на просаливание Ну, наверное, до вечера На сутки оставлять не буду Смысла не вижу Сутки держать в холодильнике Потом ты... Она все равно будет лежать два месяца в холодильнике Поэтому просто жду, что соль немножко вытянет влагу из куска И разойдется сама более равномерно Потом обвалка в пакет и насыровял И все Не вижу смысла держать долго на просаливании Все равно то и то просаливание за два с половиной месяца Я думаю, что просолится в пакете Прекрасно Так, я нахожусь в процессе, так сказать, изготовления Вот банки помыл Поставлю 10 баночек тушенки А то она у меня в запасах кончилась А иногда бывает, заказывают одну-две Чтобы автоклав не гонят Поставлю разом 10 У меня есть экстракт лаврового листа Который мне прислала Алена в прошлой посылке Но у меня кончился лавровый лист листочком И вот хочу немножко рассказать Почему-то наши люди достаточно как-то Негативно относятся Вот им надо, чтобы Если это лавровый лист То чтобы он лежал листочком То есть людям кажется Какой-то белый сомнительный порошок Непонятно что это Поэтому проведу небольшой Поэтому проведу небольшой ликбез Как получают экстракты По сути экстракт это выжимка из лаврового листа То есть это эфирное масло листа лаврового Но это слишком концентрированный Это эфирное масло Слишком концентрированный И его невозможно будет использовать в маленьких дозировках Поэтому делают выжимку из лаврового листа Вот это эфирное масло наносят на декстрозу Вот мы видим белый порошок На самом деле это виноградный сахар Это декстроза Ничего в этом прям страшного нет Это обычный фруктовый сахар На него наносят уже необходимое эфирное масло И оно становится более жидкое И его уже можно использовать в домашних маленьких дозировках Вот что такое экстракты того или иного Нанесенный на белый страшный порошок И я взяла этот самый экстракт Добавила по полграмма на банку Видите, вот там маленькая лепеха Это вот есть этот самый экстракт То есть это эфирное масло лаврового листа Что хочу добавить Когда мы делаем домашнюю тушенку И кладем туда листочек целиком То со временем хранения Вот этот сам листочек Он начинает горчить Чуть-чуть подгарчивать И такой своеобразный запах приобретает тушенка Даже закатанная через автоклав То есть если он прохранится у вас несколько месяцев Тушенка может подгарчивать Именно из-за самого листочка Который, в общем, мы что положили листочек Мы не знаем, сколько там содержания этих эфирных масел И он начинает их отдавать, отдавать, отдавать Пропитывать мясо А мы рассчитать не можем Сколько нам положить Такой листочек, такой пол листочка То есть работая с экстрактом Я точно знаю, что вот это количество Будет давать приятный вкус И не более того, на что оно рассчитано То есть горчить потом В последствии хранения не будет Конечно, я никого не агитирую Вы бросаете лавровые листы И пользуетесь всем экстрактами Никого абсолютно не агитирую Просто я хочу, чтобы народ перестал шарахаться И хотя бы немножко понимал, что к чему И с чем просто удобнее работать На производствах никогда не используют Натуральный лавровый лист Потому что невозможно предсказать итог Что будет, если ты добавишь туда Такое-то количество лаврового листа Просто из-за того, что в одном листочке От одного производителя может быть больше эфирных масел А у другого меньше эфирных масел То есть на производстве, в производстве колбасы Это всегда все четко рассчитано Дозировки, граммы И пользуются только точными расчетами Конечно, при домашней кулинарии Мы так не делаем Мы просто кладем туда листочек И вот лавровый лист Красота, типа натур-продукт В общем, друзья мои Ну, я надеюсь, что вы меня поняли Конечно, как мы пользовались лавровым листом Так и продолжаем пользоваться Не надо там бежать быстрее Куда-то покупать что-то Просто хочу донести людям Что есть моменты, с которыми удобнее работать При производстве того или иного продукта А вот перец я взяла обычный Вот один душистый И несколько горошин обычного черного перца Несмотря на то, что Алена экстракты мне тоже прислала Но я предпочитаю экстракты, так сказать На более важные вещи потратить Дело в том, что перец даже при хранении Не будет горчить и портить вкус продукта Поэтому, в принципе, можно и пользоваться И горошками целиком Ну, то есть, тут надо понимать Последствия Ну, и, конечно, горошинки целиком Они значительно дешевле, чем экстракты Поэтому перец можно использовать и так Так, ну, автоклав-то я загрузила Воды залила, болты закрутила И поняла, что дотащить мне его до плиты газовой Пупок я надорву тяжелый Скоро демьян должен прийти Время час-полвторого Где-то через час демьян придет Не буду автоклав тащить туда на газ Пускай здесь стоит Он придет, мне его переставит И надо срочно опробовать Подарок Подарок срочно надо опробовать Новую мясорубку Я ее всю намыла Все поперемыла И, значит, что хочу Хочу фаршиков накрутить На ужин котлетки наделать Ну, и на колбаску хочу фаршиков На котлетки Возьму решетку Возьму помельче решетку Я не люблю, когда в котлетах попадаются целиковые куски Я люблю, чтобы она прям котлета была Вот прям вот Прям вот ни одного целикового кусочка Вот я люблю так А на колбасу взяла решетку чуть покрупнее Ну, может, еще покрупнее выберу Сейчас посмотрю Сначала фарш на котлеты Так сказать, на себе Наопробовать мясорубку И все вам расскажу Итак, ну что, давайте проведем тест-драйв Я обещала сделать обзор отдельно По этой мясорубке Но за время своего блогерства Поняла, что Лучше сначала вещью попользоваться А потом уже делать обзор Чтобы можно было уже сказать свое мнение Поэтому на первом запуске Конечно, никакие обзоры я снимать не буду Я просто сейчас пользуюсь Итак, все у меня поставлено Все у меня помыто Мясо я нарезала длинно Но, наверное, зря Ну ладно, посмотрим Справится у нас с таким большими кусками или нет Так Поехали Вообще-то супер Радковато нарезала Работает мясорубка очень тихо Моя обычная домашняя мясорубка работает намного громче А это прям тишина Так Надо куски сделать покороче Так Я вам все поближе покажу Так Мясо Тишина Оставив В общем, я сейчас проверну все мясо, которое подготовила, на то и на то, после чего мы с вами ее разберем и посмотрим, остались ли не перемолотые, накрученные на шнек жилы. Это очень важно. Вот сейчас я все закончу, чтобы время ваше не тратить, и вместе откроем. Так, ну вот, собственно говоря, мои остатки. Сейчас съедим. Здесь ничего нет. На ноже. На ноже прям какое-то микроскопическое скопление жил. Она все перемолола. Ну-ка, посмотрим. Ну, вообще-то незначительно. Вот одна какая-то жилка повисла. И все, собственно говоря, прекрасно. Так, друзья, значит, что я делаю? Просолились. Мои деликатесики. И сейчас моя задача запаковать их. У меня есть пакеты специально для сыровяла, для цельнокускового. А еще есть пленка. Не такая пленка. Я один эксперимент ставлю. Я в этой пленке, говорят, что тоже можно вялить, но точно никто не знает. В общем, это вырезка со специями для колбасы чоризо. Обсыпка. Должно быть очень вкусно. Я, как эксперимент, пленку закатала. Но меня больше интересуют пакеты для сыровяла. Пакеты достаточно широкие. Блин. Пришел Дема, затопил печку, он прям в спину. Печет. Нет, не печет. Странно. Но они широкие. То есть мне нужен небольшой кусочек. Вот, например, пополам. Если сделать, да, то сюда влезет две вырезки. Я хочу попробовать их пропаять. Хочу их попробовать пропаять. Сгорят они, не сгорят. Пропаяются, не пропаяются, не знаю. Делать это сейчас буду, так сказать, на ваших глазах. Ну, что же мне такой большой пакет, такой широкий, использовать на одну вырезку? Это вообще, конечно, не экономлю ни разу. Поэтому сейчас ее так пополам примерно разделим. Хорошо, что у меня два вакууматора. Этот вакууматор сломанный. Он может только паять. Он не работает, у него функция вакуума. Поэтому мы сейчас попробуем пропаять пакет. Я им только запаиваю пакеты, если мне нужно что-то запечатать. Если пакет приплавится к вакууматору, у меня еще один есть. Вот я что хотела сказать. Попробуем. Так. Ну, в принципе, он пропаялся. Ну, да. Прекрасно, пакет пропаялся. Сейчас я его отрежу и пропаяю второй. Нет, я сейчас вот так вот чуть сделаю. Вот так еще одну линию, а потом по серединке разрежу. Да, да, да. Я думаю, это просто не состояние. Так. Запаиваем. Ну, сейчас мы узнаем. Вы просто так прилетели. Так. Пробуем. Да, пакет пропаялся. Но из-за того, что он вылетел, у меня это старый вакууматор, он вот здесь замят. Вот линия здесь замята. У него получаются вот такие прожженные места. Где он был ровненький, пакет пропаялся ровно. Склеился. Да, пакет склеился. Ладно. Будем считать, что так можно делать. Но это на случай, вдруг кому-то из колбасников пригодится такой лайфхак. Юля проэкспериментировала. Меня устраивает результат. Рано радовалась. Начала упаковывать вырезку, и пакет в этом месте разошелся. Ну, ладно, не страшно. Сейчас я его так тоже заверну. Просто вот так заверну и завяжу. Так, не работает затея с пропалькой. Так, ну я частично справилась. Сделала с приправкой чоризу. Две шеи, карбонат, две вырезки. И, собственно говоря, время мое закончилось, потому что мне пора идти за полей. Товарищу Мохнатому явно не нравится внизу, под крыльцом. И он все время сидит здесь. Вот притащила ему коробочку, постерила старую куртку. Он прямо в восторге. Вот здесь ему явно больше нравится. Хотя как-то странно, там вроде бы помещение со всех сторон не дует, все закрыто. Тепло, там сеном натрамбовали. Если нет, вот, пожалуйста, эй, безымянный, товарищ бездомный. Книжку читала мастер и Маргарита недавно. Поэт бездомный. Поле предлагает назвать его Анваром. Да? Что? Тебя разбудили, ну простите. Что? Мяском вкусно пахнет? Да, от мамы вкусно мяском пахнет, да. Ну, твой ужин еще на столе, ты так сегодня у котов половину съел, еще и сосиску выпросил. Все, ждите. Вот пока мимо иду к воротам, Буся в восторге от своего нового отопления в будке. Она вообще сегодня из нее не вылезает. Что, Буся Андрич? Нет, еще тебе кушать рано. Еще там сварилась, сейчас маленько подостынет, а то горячее. Тепло у тебя там, да? Тепло, я видела, ты сегодня целый день так развалишься здесь, развалишься. Когда холодно, они в клубочек сворачиваются. А это прям развалилось и так, и сяк. Хорошо тебе? Все, пошла за поле, а то опоздаю. Угадайте, кто меня догнал? Иду уже, почти до детского сада дошла. Вот гора осталась, вон сад слева светится. И меня кто-то в ноги тыкает. Угадайте, кто? И что тебе дома-то не сидится, а? Балбесины? А я даже поводок не взяла. Ну, пошли. Пошли, пошли. Ну, поле-то рада сейчас будет. Как бы тебя не потерять. Он же спал. Я же видела, что он спит около дома. Дема-дома. А он взял и за мной увязался, деру дал. Пошли, пошли, давай, шнурок. Ох. Пришла в сад. Пришел со мной. Так, ты. Вот здесь сиди. Вот здесь сиди. 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 Молодец, улница. Молодец. Все, жди, сейчас приду, жди меня. Жди, говорю, меня. Не убегай никуда, а то поле конрачь хватит. Сиди, жди, говорю. Давай беги быстрее. Ботинки не забудь одеть. Здрасте. Давай, обывайся. Так, и я тоже, где-то тут мои галоши были. Господи, запотела вся камера. Бежишь? А варежки где твои? Варежки здесь. В кармане? Да. А где? Вот эти есть. Будешь забирать? Буду. Ну, забирай. Пошли. Здрасте. Ну, бучку. А еще где они? Подожди, мокрые? Нет, сухие. А что, еще у тебя есть варежки? Да. Так, давай вот эти большие здесь оставим гулять? Нет, нет, нет. Их постирать. А, постирать, точно. А эти? А ну эти тогда хоть здесь, хоть одни оставь. А то... Да иду, иду, не скули. Голос услышала. Сойдем варежки? Да, да, я за дочку пришла, он за меня догнал. Подожди, мокрые. Ну, обнимашки. Обнимашки, пошли, обнимашка домой. Ну, что ты его тащишь на себе-то? Мое. Ну, что твое? Он и сам ходит ножками прекрасно. Идите. Вот надо подумать, а, от горшка два вершка. Сколько я буду? Ну, месяц, может, полтора. А какой умный? Обалдеть. Вот они, собаки дворовые, умные. А какие верные, преданные. Это просто вообще. Ни одна, мне кажется, это... Какая? Ни одна породная собака. Ну, тем более, я уж не говорю о мелких породах. Они вообще не бывают такими умными, как вот эти самые обычные дворняшки. Вот смотрите, Вить, мозгов-то там, господи, сгульки нос. А сидит же, ждет около двери. Понимает, что не надо уходить. Все, Палень, пошли теперь в обратную сторону. Все, мы уже пришли домой. Я закончила с цельнокусковыми деликатесами. Все расфасовала, все подписала, все завесила. В общем, все по-взрослому. Теперь, когда вечером мыться пойдем, нужно отнести их в наш сыровялочный холодильник. Ну, что вы думаете? Приготовление домашней колбасы, это всегда целая гора посуды. Поэтому посуда теперь. Ну, и ужин. Котлеты готовы. Кстати, котлеты получились очень классные. Идем уже с металл пол сковородки. Ну, да, я, конечно, тут все понаставлял. Вот такие получились классные котлетки. Сделала, так сказать, экспериментом. Здесь, ну, я все вообще-то так делаю, не то чтобы эксперимент. Здесь чистое мясо. Здесь нет ни яиц, ни хлеба, ни молока, ни лука. Ничего здесь нет. Здесь чистое мясо, соль, перец, чеснок. И вымешано все до состояния пластилина. Сделаны котлеты, то есть они такие резиновые. Они не разваливаются на кусочки, они такие резиновые. В общем, Дема с металл пол сковороды сказал, очень вкусно. Я вот думаю, может мне в ассортимент такие котлетки добавить в замороженном виде. Правда, котлеты вкусные, они очень сочные. Сейчас я вам открою. Тяжело держать, просто отойдем на окнушись. Они очень получаются прям сочные, сочные. Ешь одно мясо. Ничего, кроме мяса, там нет. Итак, друзья, с посудой мы справились и даже уже поужинали. Остался вон одинокая тарелка, которая поле не доело. Котлеты получились вкусные, да. В общем-то, сегодня, наверное, все будем заканчивать. Время уже достаточно поздно. У нас, Полюнька, пора мыться идти. Санислав Юрьевич еще на работе. В связи с тем, что папа наш еще на работе, естественно, никакого выбора имени для нашего нового жителя сегодня не случилось. Потому что нету, так сказать, ответственного за это мероприятия. Да, Полень? Да, ну, будет папа, пораньше с работы пройдет. Обязательно что-нибудь придумаем. А с вами на сегодня будем прощаться. Внизу в описании к этому видеоролику всякие разные полезные и интересные ссылочки. Вот здесь и вот здесь увидите что-нибудь интересное. Вот сюда нажмете пальчиком, подписывайтесь на наш другом канал. Вот здесь пониже наш второй канал про колбасу и копчености. Все, друзья мои, всем большое спасибо за просмотр. Всем желаю насыщенных и удачных дней. Все, всем пока.